Виталий, приветствую! Традиционная встреча для вторника, обсуждаем рынки, смотрим на ключевые фундаментальные события, которые, разумеется, впереди. В рамках этой недели сегодня состоится выступление Паула в Конгрессе и, пожалуй, самое главное событие, может быть, даже не только этой недели, но и последних дней, это публикация данных по инфляции. В США мы ожидаем этот отчет в четверг. Статистика важная, потому что напрямую влияет на действия финализирования по процентной ставке, на доллар, на валютные рисковые инструменты, на долговой рынок, на фондовый и так далее. В общем, все инструменты будут точно демонстрировать показатели выше средних по волатильности. Заранее, перед тем, как перейти непосредственно к рекомендациям, думаю, что важно снова подсветить, насколько необходимо в текущих условиях соблюдать правильный риск менеджмента, не забывать про стоп-лоссы, контролировать плечи и уверен в том, что ты присоединишься к этой рекомендации. Ну, собственно, перед тем, как посмотреть на рынок в общих чертах, с точки зрения техники, фундаментального фона, не могу у тебя, Заран, не спросить. Ты в целом какой позиции придерживаешься в контексте вот двух вот этих важных событий, выступления Павла в Конгрессе и данных по инфляции. Считаешь ли ты, что могут быть на рынке созданы достаточно основания, когда станет, например, очевидно, ясно, в случае ослабления того же самого инфляционного давления, что у доллара долгосрочная теперь дорога вниз, и американская валюта будет валиться там к уровням, которые ранее обозначили Банков Америка, это 100 пунктов и ниже. Так, буквально, в двух словах, Виталий, как думаешь? Виталий, не слышу тебя, к сожалению. Пожалуйста, проверь соединение. Нет. Как будто бы отвалился звук. Раз-раз? Да, вот сейчас слышу. Да. Ты меня слышал, да? Вопрос понятен. Да. Ну, так, по поводу прогнозов. Если на текущий момент ты мне спрашиваешь такой вопрос, я на него не вижу, не вижу ответа, потому что мне до конца непонятно, развернулся индекс доллара вниз глобально, или это просто коррекция временная, и мы еще увидим его укрепление. То есть мне ситуация, возможно, будет более понятная, ближе к четвергу. Допустим, у нас сегодня вторник, среда, мы еще посмотрим, какая реакция будет на Павла, если она будет, и что мы дальше проторгуем, потому что, в принципе, индекс доллара, он находится еще в таком боковике, да, и сказать, что вот это уже точно вышли, очень сложно мне, да. То же самое там другие инструменты, ну, мы сейчас обсудим на картинке, поэтому пока я в замешательстве, что там происходит, да, вот так. Так, ну, я в целом согласен, что очень многое зависит непосредственно от того, что скажет Павел сегодня, и от тех данных по инфляции, которые мы, собственно, увидим в этот четверг. Ну, давай вкратце тогда по нашему такому идее, традиционно начнем с меня. Так, у меня как раз открытый индекс доллара и текущие котировки 104.64. За последнее время, что удалось точно установить? То, что доллар очень чувствительен в макроэкономической статистике. Оно и понятно, каждый отчет пытаются интерпретировать с точки зрения, повысил ли он вероятность снижения ставки в сентябре или нет. Рынок пока в замешательстве, потому что два месяца назад был сильный отчет по фарм-перлс, месяц назад, то есть данные, которые мы анализировали в прошлую пятницу, статистика уже совершенно другая. Есть признаки, например, роста промышленного сектора, но при этом, как мы помним, очень сильно разочаровал индекс АСМ по сферу слуха, который вышел в понедельник, точнее, в начале прошлой недели. Это как раз та самая статистика, которая заставила трейдеров усомниться в том, что показатели ОВП будут стабильно расти, потому что индекс активности АСМ в сфере услуха ушел в зону спада, а сфера услуха генерирует чуть ли не большую часть показателей ОВП. Поскольку у нас данные по нон-фарм-перлс позади, мы, соответственно, сегодня можем как раз положиться на риторику Паула. Нам нужно, чтобы за нас, ну понятно, что мы не совсем объективны, нужно, чтобы сам регулятор дал оценку тех релизов, которые мы увидели. Я прокомментирую рост безработицы, снижение темпов и уровня заработной платы. Я очень надеюсь, что сегодня Паула сможет прояснить перспективы американской денежно-кредитной политики. Если мы получим еще один сигнал о том, что нужно больше доказать устойчивого снижения инфляции, тогда автоматически переключим внимание уже на четверг, когда выйдут данные пайны в сопротивительских цен. А там, если посмотреть на прогнозы, скорее всего, мы увидим новые минимумы. Ожидается снижение показателя с 3,3 до 3,1%. И напомню, что если это снижение будет сфиксировано, у нас будет уже три месяца снижения подряд. И, наверное, полагаясь на такую классику экономического анализа, нужно будет признать, что дезинфляционный тренд продолжается. И мне кажется, что доллар в этой связи может неплохо оступиться. Хотя, наверное, те, кто продолжает покупать доллар, сейчас могут зайти в оценку ситуации потенциального роста доллара с точки зрения еще политических рисков. А что, если президентскую гонку в США выиграет Пайден? Что, если будет торговая война с Китаем? Тоже эти снова повторные инфляционные риски и так далее. Я предлагаю пока что все-таки на исход президентской гонки не смотреть, а положиться на два фундаментальных события, которые я озвучил. И моя рекомендация, я ее повторял как на своих брифингах, как на своем вебинаре, что пока до выхода данных по инфляции я все еще оптимист в отношении доллара. Но если мы поймем, что индекс потребительских цен снизился, а Паул сделает ремарку на то, что все зависит от данных по инфляции, то, скорее всего, уже в следующий эфир, который пройдет на следующей неделе, по горячим следам всех вот этих важных фундаментальных событий, доллар будет уже котироваться значительно ниже. Но пока ждем вот эти два информационных фонда. Так, какие активы я еще хотел разобрать? Европейская валюта 1.0828. Выборы во Франции позади. Парламент подвешен. Ни ультраправые, ни левые партии не одержали достаточную победу настолько, чтобы сформировать правительственное абсолютное большинство. Поэтому, скорее всего, придется искать возможности для каких-то политических союзов. И, ну, мне кажется, это, как-то по собственному опыту могу сказать, больше риск, чем позитивный момент для европейской валюты. На евро сейчас очень сильно влияет индекс доллара, но если говорить непосредственно про европейский фундамент, то здесь исключительно негатив. Это и политические аспекты, и фон макроэкономический, слабая статистика и так далее, перспективы снижения процентной ставки. Поэтому я бы рекомендовал присмотреться вот к текущему диапазону. Это 1.0830, 1.0870. И вот где-то здесь найти, с учетом, может быть, хороших технических уровней, либо показателей каких-нибудь технических индикаторов, возможность для снижения, распродажи и возвращения пары евро-доллар к отметке 1.07 и потенциально ниже. И рынок нефти 85.50. Чуть-чуть округлю текущие котировки. Сейчас новостной фон, если говорить про фундаменты, думаю, что более располагающий, потому что цены снова вернулись к максимуму прошлой недели, а ниже максимум с мая. Это ожидание снижения запасов нефти США. Сегодня будет отчет от Американского института нефти. Завтра выйдут данные от администрации новичческой информации. Учитывая летний сезон активных автомобильных поездок, можно предположить, что сезонный фактор будет иметь определенным последствиям, конвертироваться в резкое снижение запасов, что в нефти, что топлива или бензина. Поэтому я за то, что эта статистика будет поддерживающим фактором для котировок. Также еще все-таки нужно оценить последствия урагана Берил. Оценки разные. Ну да, мы уже говорим о каких-то разрушительных явлениях из-за того, что в плане мексиканского залива, в плане методобычи просто будет заморожено на несколько недель. Нет. Но определенный перебой поставок все-таки будет. Нейтрализатор фон – это переговоры по поводу между представителями КАМАЗа и Израиля, что, разумеется, формирует предпосылки для эскалации приближенности на Ближнем Востоке. Но мне кажется, столько раз мы проходили уже через этот этап, что в конечном счете приходилось констатировать тот факт, что каких-то железобетонных серьезных оснований для мирных договоренностей пока что еще нет. И геополитику я бы тоже сейчас не списывал со счетов и скорее даже не использовал как тот фон, который будет так шумом где-то дополнительно поддерживать рост цен на нефть. Виталий, вот на этих трех инструментах я пока о сегодня остановлюсь, поэтому слово передаю тебе. – Так, у меня нет доступа к демонстрации. – Так, давай проверю. – Ага, все, сейчас должен быть. – Угу, есть. – Так, видно рабочий экран мой? – Пока еще нет. Все, теперь видно. – Итак, так как я сказал уже по индексу доллара, ситуация до конца непонятная, но ближе к четвергу, то есть я имею в виду до выхода новостей, возможно, я сделаю еще дополнительный обзор в среду вечером или в четверг утром и залью на свой канал и на каналы Маркетс, YouTube. Если будет мне картинка понятная более сильно, тогда я еще дополнительно сделаю это, скажем так, ремарка, да. По другим инструментам ситуация там плюс-минус где-то тоже похожая. Разберем сегодня индекс доллара, золото, нефть и биткоин. Так, по индексу доллара, как я уже сказал, можно ли считать вот это падение, которое у нас было на прошлой неделе уже с ломом тенденции. Пока сложно сказать, потому что вот у нас такой условно боковичок, восходящий такой тренд по индексу доллара, он присутствует, да, и у нас в этой зоне сильный уровень поддержки. И вот здесь будет проторговочка в этой зоне и уже будет понятно, возможно, они ее накапливают для пробоя вниз или для покупки, скажем, наверх. Поэтому здесь я пока воздержусь, но если брать, допустим, какие-то гипотезы, да, то у меня они, скажем, есть две, то есть раньше я был активным покупателем условно там евро-доллара, шортист ингекса доллара глобально, если вы, в принципе, являетесь аналогично, то, в принципе, можно дальше работать в эту сторону, но нужно учитывать, что мы еще можем там немножко поукрепляться, вот если перейти на евро-доллар, то, в принципе, какая у меня была, скажем, картинка, что вот это все накопление, которое происходит по евро-доллару, да, вот это большое, что мы выйдем туда в район где-то 1.15, возможно, 1.20, там, в ближайшее время, там, где-то, возможно, осенью, но нужно учитывать, что как вариант мы можем еще тестировать, вот я не исключал 1.06, мы пока туда не пошли. И если вы все-таки там среднесрочный трейдер, то, в принципе, можно работать на ослабление доллара, точнее, там, работать на покупку евро-доллара. Но если быть более там филигранным, то здесь плюс-минус мы еще можем и подпадать, и потом только рост. То есть сложная картинка. Тоже касается всех практически других инструментов. Поэтому вот я сказал, если глобально, то я за рост евро, за ослабление индекса доллара, но локально здесь могут быть, скажем, телодвижения еще вниз. Я их не исключаю. Дальше. По золоту. По золоту аналогично здесь я, скажем, мой прогноз меняется там каждые, условно, 2-3 дня. Потому что, условно, вот, к примеру, на прошлой неделе там с понедельника я был шартистом по золоту, в конце недели я уже переключился на покупателя. Скажем, рынок через каждые 2-3 дня что-то меняет, в моей точке зрения. И то же самое сейчас. Вот это вчера падение по золоту, что это такое? Это окончание вот этого восходящего локального тренда, и мы дальше будем падать или нет? Здесь тоже нужно, как и по индексу доллара, мне хотя бы 2-3 дня подождать ближе к четвергу и понять. Вот если мы все-таки удержимся, условно, там, ниже 2300, там, условно, 70-75, плюс-минус, вот здесь есть уровень такой, то можно будет говорить дальше о шартах. Пока мне сложно сказать. Если, условно, сегодня откупим, там, ближе к четвергу, то дальше будет рост. Потому что раньше у меня было два момента по индексу, по золоту, что я, как, был сначала за сильный рост на 2,500, дальше за сильное падение. И сейчас до конца тоже ситуация непонятная. Буду еще ждать. Вот если этот уровень мы удержим, то дальше, возможно, будет, можно будет пробовать шартить аналогично, там, возможно, по индексу доллара покупки. Поэтому доллар и золото у меня под вопросом. Вот если я, вот, обозначил, там, среднесрочно по евро-доллару лонг, то по золоту может быть лонг среднесрочно, но может быть здесь, скажем, и хорошенькое такое падение на 100, на 200 долларов. Вот как-то вот так. Нужно очень внимательно следить, потому что, вот, к примеру, тот же, мы сейчас придем к биткоину. Вот раньше я был там, условно, по биткоину за сильный рост, да, там, условно, на 80 тысяч, я говорил, на 100. Но ситуация там менялась-менялась, я уже начал под конец шартить, да, то есть, потому что видел, что там покупки, они уже не рисуются. И то же самое, вот, по золоту можно быть глобальным лонгистом, а потом ситуация немножко меняется, и ты уже, ну, там, спекулятивно начинаешь шартить. И ты не знаешь, насколько оно валится. Поэтому следим за всеми обзорами. Дальше нефть. По нефти, вот я с тобой здесь, возможно, локально согласен, но среднесрочно. У меня есть такая картинка нарисовалась, что, давайте так. Вот если вот так глобально смотреть, то у нас нефть находится в таком треугольнике, можно сказать. Вот у нас, видишь, максимум, минимум, они сужаются, да. И, как вариант, мы подошли к верхней границе вот этого треугольника, мы там плюс-минус не добили. Возможно, это был уже пик. Возможно, это был пик. Так, или еще мы там подрастем где-то в район 89-90. Этот вариант я не исключаю. Но я здесь буду искать точки входа на шорт, потому что я раньше был там последний, условно, месяц покупателем по нефти. И сейчас буду ждать точки входа на шорт, так как у нас вот этот импульс, который рисуется последние два дня. Если мы здесь проторгуемся аналогично, да, то есть, как видим, многие инструменты сейчас ожидают какие-то точки ухода подтверждения. Просто так по ним работать я не рискну, скажем, какие-то давать советы, потому что, скажем, мне до конца непонятно. Если здесь проторгуется какая-то понятная ситуация, я дальше буду глобально работать на шорт по нефти, там, вплоть до уровня основа там 76. И вообще здесь такой большой треугольник, мы должны выйти очень-очень глубоко вниз. Возможно, там еще раз вниз, потом вверх и так далее, но среднесрочно там сильное движение вниз. Здесь тоже я в ожидании по нефти. Ну, еще где ситуация более-менее понятная, как мне кажется, пока, это биткоин. Здесь вот локально, мне кажется, можно работать на снижение. Вот сейчас почему? Потому что вот этот импульс, который у нас произошел в начале июля, мы в этом импульсе уже сделали какую-то проторговку. Вот у нас есть три дня, вот сегодня пошел четвертый. Можно сказать более-менее, что здесь можно шортить. То есть ключевой уровень сопротивления у нас в районе 58, там условно 300. Все, что ниже, я за шорт. Да, стоп-лоссы повыше. Если будут выносить, лучше там пофиксироваться, потому что раньше я был, условно, так скажем, глобально покупателем по биткоину, сейчас я в последнее время только шортист, да. Я не исключаю, что у нас глобально пошел разворот по биткоину, да, такая условно двойная вершина, и мы дальше будем только падать. Если ситуация будет меняться условно, и мы сможем там в ближайшее время там инфляция условно упадет, вот рынки будут расти рискованные, и мы по биткоину нарисуем мощные движения наверх, в таком случае там я буду менять свой прогноз, но пока я за шорт, вот как-то вот так. Вот как пример, вот у нас тоже самое что-то, возможно, похожее по золоту, вот смотрите, вот здесь биткоин последние несколько месяцев, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. И не исключаю, что золото может аналогично какой-то такой разворот рисовать, и нужно за ним внимательно следить, и если есть какие-то подтверждения, там пробовать условно там шортить или покупать со стоп-лоссами, и пробовать словить какое-то более сильное движение. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ну что ж, идем тогда пока определиться с тенденцией биткоин в дальнейшем. У нас еще есть триггеры, как мы уже с тобой проговорили на этой неделе, выступление Паула и отчет по инфляции. Точно будет очень интересно в плане движения, и в следующий вторник тогда с тобой обсудим, что изменилось по настроению и, может быть, даже глобальных тенденций. Спасибо тебе большое, что нашел время, подключился, обсудил со мной рынки. Тебе тоже хороших трейдов, как и всем нашим подписчикам в ближайшие дни. Ну и хороших выходных. Спасибо, Виталий. До связи. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...